Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, в привычном для себя и давным-давно уже отработанном режиме. С 8 до 10 вечера по будням в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседу-беседуем, ну и песни о нем свои замечательные исполняют. Это тоже важный аспект, один из самых, пожалуй, важных. Коллектив, который здесь сегодня, очень молодой коллектив, неизвестный, у них даже нет сообщества ВКонтакте, а это редкий случай, когда этих людей никто пока никак не раскручивал. Но ирония всего этого, знаете ли, лежит, скорее всего, в корнях. Я имею в виду в корнях творчества одного, как минимум, человека, сидящего сейчас перед основным, так сказать, вокальным микрофоном. Ну, само собой, разговоры сегодня будут, надеюсь, интересными. Ну, а в начале, как всегда, по традиции, песня. Это, в некотором смысле, музыкальная заявка. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Почему? Не надо сейчас... Секундочку. Надо поздороваться просто. Поздороваться, пожалуйста. Здравствуйте. Просто когда мы спрашивали музыкантов, как фамилия просто Жени, никто ничего не сказал. То есть Женя играет в коллективе, никто из музыкантов не знает, как его фамилия. Давайте мы сейчас... Я задам вопрос аудитории. Мало ли вдруг найдется кто-то, кто знает фамилию Евгения, виолончелиста данного коллектива. Если этот человек найдется и назовет его фамилию, ну, что-нибудь подарим, что-нибудь придумаем. Да, билет на концерт. К примеру, к примеру, Вдовин и Табор, так называется коллектив, который здесь сегодня, в принципе, по законам Табора, естественно, фамилии знать не обязательно. Просто по кликухам. Жека, Тоха, например, Димон, Ромик, ну и так далее. Но так как эти музыканты в большинстве своими знакомыми друг с другом достаточно давно, поэтому фамилии выучили. А вот что касается Жеки, пока что загадка. Вдовин и Табор, так называется коллектив, который здесь сегодня... Леш, как называлось первое произведение, которое было исполнено? А это дело Табак, такая песня. Ну, спасибо тебе большое. Как-то вот помнишь, даже название, фамилии, виолончелиста нет, а название помнишь. Хорошо. Хорошо. 46-47. Это короткий номер для ваших смс-ок. 46-47. Сначала пишите свои, пробельчик. А дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Это могут быть вопросы, эмоции, впечатления. Ну, в общем, все, что хотели бы. Официальное сообщество ВКонтакте. Я сейчас имею в виду сообщество радиостанции «Своё радио». Там все просто. Оно теперь давно уже выложено. Фотография. Понятное дело, Вдовина. Ну, а ссылка активная. Проект Вдовины Табор ведет вас к группу Недра. Ну, потому что нет пока у коллектива Вдовины Табор своего сообщества ВКонтакте. Вот как-то так вышло. Поговорим потом, почему. Насколько секретный коллектив, в принципе, и в будущем. Тоже разберемся. Чаты. Вы можете писать в чаты. Также чат на сайте радиостанции «Своё радио.фм». Там просто все помечено. Чат пишите, отписывайтесь, ваши сообщения мы оттуда выискиваем. Можно видеть всё, что в этой студии происходит. Там же на сайте вы обнаружите длинненький такой плеер. В нём слева онлайн-аудио, справа онлайн-видео с синим кружочком. Кликаете. И вот вам картинка, которую нам предоставляет Планета.ру. Там также точно есть чат, в который тоже можно что-либо писать. Ну, в общем, выискиваем мы отовсюду сообщения. Смотрите, главное, чтобы они были со смыслом. Иначе в эфир не попадают. Всё, что касается коннекта, я рассказал. Давай, наверное, будем крепить успех дальше. Ещё какую-нибудь песню споем. Как называться будет следующее произведение? Или же? Сердце плачет. Вот. А дальше мы уже, естественно, начнём разговоры вокруг да около самого коллектива. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня. Вдовин и табор. Сердце плачет, и ёкает, и ёкает. Сердце плачет, и ёкает, и ёкает. Сад не скачет, дорогою, дорогою. Между холмом, между равнин, Между домом, среди реки. Одна встречает, друга я ждёт. Вот, укачая, месяц плывёт. Толь подруга, толь беда, А дорога только лишь одна. Сад не скачет, аукает, аукает. Ты меня встретил. Ты продержись, Быстрая смерть. Долгая жизнь, Месяц тревожит, Звёзды текут, Друга положат На берегу. Смерти много, Жизнь одна, Сталь упруга, Речка холодна, Борода. А-а-а, 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 Редактор субтитров А. А-а-а, Вдовины табор Ну, само по себе название говорит уже о том, что в этом коллективе может быть все что угодно Я медведя уже, наверное, сегодня не дождусь, просто потому что время позднее Медведи в это время, скорее всего, в зоопарке уже все спят Ну, как-то у них режим и график в такой период времени Вряд ли можно вытащить медведя в студию Но, тем не менее, все эти разудалости, которые есть в музыке, они, само собой, присутствуют Сколько времени, ну, или, там, скажем, на какой период собирается данный коллектив? Ну, за последние какие-то несколько лет, на самом деле, это все долгая история Но я сейчас с конца начну Так проще У нас такой выработался график раз в полгода У нас такой зимний и летний слет Раз в полгода, да, мы вот так собираемся Причем составом таким, поэтому и табор То есть это кто на повозку прыгнул, тот и поехал А, то есть это дело случая? Ну, как бы, не, ну, в идеале это вот как сегодня мы пришли, в принципе А так иногда кто-то уехал, кто-то не приехал И изначально это было вообще четыре человека То есть, собственно, откуда название взялось Это уже я сначала начинаю Осталось середину сейчас, середину заполнить «Табор уходит в море» был такой альбом У нас, это мы записали таким лайвом под Брянском В частном доме, студия такая была на втором этаже Там у знакомых Туда приехали просто на машине четвером Я, Сашин, Сомов, Антон был за рулем И за рулем духовых И, ну, а кто с нами еще был? Кого забыл? А, Дим, как Димочка? Димочка не видно просто сейчас, да Да, и Дима Кирсанова Самый мелкий в коллективе Да, иногда его не видно Даже и не слышно Вот, и, собственно, мы записали вот такое несколько песен Как несколько штук, их 11 было И получилась такая пластинка, как бы И я ее назвал по заглавной Совершенно случайно получившейся инструментальной композиции «Табор уходит в море» Ну, почему-то такое настроение она создавала Вот, и все И как-то потом этот табор постепенно вот как-то так обрастал, обрастал Вот то, что сейчас получилось Я боюсь дальше, что будет Возможно, что будет А как я боюсь? Что там и 14 человек, 14, 15 Знаешь, формаций вокруг вдовина уже такое количество, что даже я начинаю путаться Ты понимаешь, где он, с кем он? Главное, чтобы я не путался Главное, тебе, да, находить действительно Утром просыпаться и вспоминать, с кем ты сегодня где играешь Что касается табора и коллектива музыкантов Вот есть любопытнейшее сообщение Знакомый барабанщик Но он, кажется, стал очень стройным Помню его пухляшом Что случилось? Тяжела стала жизнь в таборе? Спрашивает Нина Вот интересно, почему действительно Кирсаныч, как его так называют по-свойски Вдруг Нет, ну это хорошо, наверное Обычно приятное доставляют женщине Таким образом С которой ты не видишься долгое время Говорят, ты что, похудела? А вот теперь его спрашивают периодически Что? А его спрашивают не то, что Что случилось? Что произошло? Да на самом деле не знаю Просто похудел Зажрать стал меньше, наверное Он всегда отличался честностью Нет, ну а чтобы меньше начать жрать Извини, должны какие-то обстоятельства в жизни Стрястись Я уж не знаю Ну мне 34 года Такой возраст, когда, наверное Что-то начинаешь понимать по-другому Что жизнь пошла не так Ошарашиваешься Что-то не так Вот в чем дело То есть у тебя начался период переосмысления Как я понимаю Наверное Ну вот Так сказать, кризис среднего возраста Да Все Теперь понятно, что случилось Это человек в кризисе Вот мы сейчас слушаем Игру человека в кризисе находящегося В кризисе среднего возраста Организация сумасшедших Организаторов сумасшедших мало Пишет Лариса Волынова Семен Тут, вы правы Ну а группа сумасшедших фанатов Малоизвестного в кавычках коллектива Под названием Табор Из Волгограда Набирается на концерт, ребят В шоколадную фабрику Что касается концертов Давай сразу объявим Когда ближайший Да, 26, собственно, февраля Клубе «Шоколадная фабрика» Мы вот всем этим прекрасным составом И будем играть Весело, задорно И неприлично иногда даже Как? Неприлично Неприлично хорошо Я надеюсь В этом плане неприлично Ну когда очень хорошо Человек так Язык вообще русский Он уникален тем Что я в свое время Ну не могу эти слова в эфире произносить Но я попытаюсь это сделать изящно Чтобы было понятно о чем я Вот когда мы говорим Вот два, скажем так Основных Основных корневых эпитета Для того, чтобы выразить свои эмоции Мы говорим Как твои дела? Мы говорим Хм, ва Это плохо Или, например Да, то Пи Это хорошо Интересно Почему здесь Да Плохо А здесь Хорошо Но когда спрашиваешь Другого человека Как твои дела? Он говорит А, но Хорошо А другой отвечает Как твои дела? Дед, как плохо Опять все перевернулось С ног на голову И вот человек иностранного Происхождения Не знающий русский язык Достоверный Дословно Вот здесь он просто теряется И уходит в абсолютную нирвану Потому что понять это Или объяснить это Практически невозможно Давай дальше петь Что это будет? Я немножко уже растерялся Так Тебе стало То Давай Будет песня Человек Как всегда живой звук В программе живые Вдовина табор здесь сегодня Поехали Это есть человек Привык сомневаться Встречали погонщики Солнце и пыль поднимались Извенели котлы И в носах колокольчики Неизвестно кому отзывались Там шакалы емных и безбород Там египетские будницы И воды просящие у ворот Нищие в колесницах Две руки то всего для того Чтоб поднять два ведра Две накида не стих Человек Время равный по сторонам Квадрат Посередине стихия Стихия И пока не наступит Соленое мгло Пока солнце внутри не остынет По всем сторонам твоего тепла Не скончая моя пустыня Человек плачет Когда слезы ждут У порога своего проходимца Человек спится Натянутый жгут Камнем неба Летящая птица Пальцем синее небо По столу кулаком Лба макова Колпалка в колесах И стрелою Выпущенной в молоко Рыбы выброшенной к утесам И пощады твоим Неведащиком Человек, что не смел сомневаться Будет, сука, скулить По своим щенкам Будет ночью покойник шататься Остановится, гонится налегке У неведомой ездят бруды Это есть человек Он несет в кулаке Что несет в кулаке человек Серебро окислится в молоке Серебро окислится в молоке Это есть человек Он несет в кулаке Что несет в кулаке человек А из земля закатится под кровать Это в нуле ненужный мячик Это то, чего больше нельзя скрывать Это то, что нигде не спрячешь Это сходит лавина в тишине глуши Это внутрь нож и с ножа Это есть человек, человек вершин Остающийся у подножья А человек плечи, человек спина Человек оголенный провод Человек готовый из себя Вина с нею, не земли, не крова Человек, отдающий себя волне Напитывающий, как губка Это, видимо, я, человек во мне Человек Это, видимо, я, человек во мне Человек Скорлупа моя Это шлюпка Это шлюпка Ты знаешь, вот, когда я произношу слово табор, все время почему-то Ассоциации прежде всего Ну, ты понимаешь, цыганщины Естественно И цыганочка с выходом Она как-то прям просится Не знаю, играете ли у что-нибудь подобное или нет В этом составе Да ладно Ну что-то есть Кивнул он мне, да А согласился со мной Скажи, пожалуйста, ну, я, конечно, понимаю, что это личное дело Более того, это творческий процесс В который лезть никто не имеет права Кроме творца И, естественно, это твое право Но Зачем Менять название периодически? Ты все равно остаешься с Алексеем Вдовиным Ну, в таком составе Или в другом составе Какая разница? Если ты, допустим, называешь данную Конструкцию музыкальную табором Значит, ты что-то подразумеваешь Да, конечно Отличается прежде всего Основная часть репертуара То есть Если так раскрывать уже карты Все, да, где я играю То есть в проект ХБ Собственно, недра Основной ему электрический состав И табор Это достаточно Нет, какие-то песни пересекаются Понятно Но в основном Это разный, во-первых, изначально Звук Это самое банальное, да То есть И как бы Извини, что перебиваю Ну, скажем, металлика с симфоническим оркестром Не называете Я понимаю Металлика и табор, например Они же Металлика с симфоническим Смотри, смотри В чем дело Дело в том, что Они просто сделали, да Вариацию песен С симфоническим оркестром А у меня есть песни Которые я не играл Ни с недрой Ни с проектом ХБ Они не имели продолжения Только как Я один под гитару Но одному под гитару Иногда скучно же играть Действительно Вот, собственно Сидишь как дурак на сцене Один С гитарой, да Действительно Вот И Высоцкий так себя всю жизнь ощущал Ты знаешь, как неловко даже было Ну, как ему тяжело Очень тяжело Вот, и Хотя он с оркестром играл тоже Совсем наскучило уже Чего Собрать пацанов друзей Да сыграть Как ты Ну, собственно Это как бы такие Можно сказать Не знаю Обрамление Наверное, плохо сказать так Но какие-то прочтения Моих песен Разные То есть А, то есть ребята Имеют право на собственные Анжировки, ты хочешь сказать Ну, как-то У нас получается И Жека тоже У нас на самом деле Все спонтанно получается То есть, ну Женя, он просто пришел Ему никто не давал Бартии Его никто не успел выгнать Его еще не успел Никто послушать толком На самом деле Что он там играет А играет он прекрасно Да, да Мы все знаем То есть, ну просто Просто так Ну, как бы же мне Это все-таки такой Процесс органический Органический Не, органичный, да Органический Это уже из биологии Кто у вас знает Что у вас за процессы Происходит Ну, главное Процветание Что было А не наоборот Вот И Собственно Что я хотел подытожить Да, наверное Нужно как-то То есть, это просто Из-за того, что у меня Такие странные песни Они как бы не имеют Одного Какого-то Воплощения Хотя Хотя, может быть Если были музыканты Такие универсальные Да То есть, он Играл, например Сомов на баяне Потом взял Понабрал фуфла всякого Ни одного универсального Музыканта нет в коллективе Чтобы могли играть На всем сразу Ну, вот Поэтому Поэтому столько Парни сказали Мы пошли А я что-то заговорился Да нет-нет-нет Ты замечательные вещи говоришь Очень правильные вещи Я могу сказать Что Три песни сыграно И аудитория Сейчас просто Мне кажется Пока не поняла Слово писает Можно Вот тем самым Да, они в восторге Даже те, кто Не знал Раньше, скажем Песен в такой транскрипции В таком исполнении Они уже кричат Ура Вот, например Олег Дзикун написал Что Доброго вечера Хотелось бы поблагодарить Алексея За замечательный концерт В клубе «Гоголь» 7 февраля Впервые услышал Некоторые старые песни Теперь с удовольствием Переслушиваю Еще хотел спросить Недавно Смотрел одно Ваше интервью Тоже довольно старое Где вас спросили Насчет славы Вы сказали Что вам бы Больше хотелось Не стадион С кучей народа А чтобы ваши песни Играли во дворах Такая расстановочка Приоритетов сохранилась Или все-таки Хочется стадион Но я сейчас читаю Это сообщение И подозреваю Что Олег Дзикун Как раз Один из наших с тобой Эфиров Как вас и слушал Потому что мы На эту тему уже говорили Было дело Ну и что же Приоритеты изменились Ну как бы Да Чем дальше Тем хуже все обстоит То есть я уже Вообще Даже Такой публичности Иногда Тягощусь Так можно сказать То есть Ну как бы Ну давай я сделаю Про раз вид Что я тебя не узнал Может тебе это поможет Нет Нет Просто как бы Стадион то круто Конечно Почему Я не отказываюсь От этого всего Но я чувствую Что у меня нет Просто каких-то Амбиций Грубо говоря В эту сторону То есть Мне хочется написать Хорошую песню больше Чем Что-то сделали для того Чтобы мы выступили Там на разогреве У группы Я не знаю Какой-нибудь известный Вот Грубо говоря так Ну знаешь С одной стороны Когда ты говоришь Что у тебя нет амбиций А я тебе Позволь тебе не поверить Потому что Ты иначе тогда и песен не писал В любом случае Человек творческий Он какие-то амбиции Все-таки имеет Главное градус Главное во имя чего То есть кто-то ставит Во главу угла Вот ту самую популярность И известность И славу А кто-то в общем Творческий процесс Но не было бы амбиции Не было бы и творчества Ну я всегда доказывал соседу Чего доказывал Ну то что Если у меня амбиции было Это написать песню Чтобы сказать Вот там Кто-то Например В тот момент Был для меня Авторитетом музыкальным И вот ему спеть песню Он скажет О, круто И вот все Я уже свой пряник получил Пошел дальше Это как бы Только вот такие Маленькие-маленькие Совершенно Не то что амбиции А как бы Цели Цели Короткие шажочки На большом длинном склоне То есть ты идешь Под склоном куда Вверх или вниз Ну я надеюсь вверх А может быть Не, ну не вниз Дело в том Может быть Это не склон Когда идешь вверх Когда идешь вверх Как раз шажочки-то маленькие Получаются Там широко не расшагнешься Это если вниз бежишь Ох шаги какие огромные Бежишь, падаешь Спотыкаешься А вверх-то как раз Маленькими шажочками Это ощущает Любой творческий человек на себе Когда в гору поднимаешься Тяжело Но тебе это удается Знакомьтесь Я сейчас сообщаю Может быть Вновь прибывшим Слушателем программы Сегодня здесь Вдовин и Табор Леша Вдовинова Вы знаете По другим проектам Электрическим Так сказать Как он это называет Электрическими проектами А как правильно? Ну музыкальные Электрические проекты Я тебе скажу Это Росэнерго Вот там электрический проект Электричество Уже есть такое электричество? Ну пусть будет электричество Я к тому что И Недра И ХБ Это проекты Безмерно интересные Вот теперь мы изучаем Творчество Табора Давай петь дальше Чего это будет? Примавера А это о сигаретах А о вердикурении Я так понимаю Как всегда Живой звук В программе Живые Вдовин и Табор Здесь Сегодня Прощайте люди Прощайте лица Якоря Якоря Во всех петлицах Во всех глазницах Сверкаю я Сверкаю я Не имя Роза Я примавера В коленях сталь Я с флагом вышла из окна Я польза Я гильза Но я пустая Но я пустая За мной по следу Идет победа По плащадям По плащадям Прощайте люди Всегда обетой Не пощадят Не пощадят Не имя Роза Я призма века В моих кострах Как переста Трещит весь мир Я спичка Я Тонса Твоя сестра Твоя сестра Кто живы? Где живы? Где? Ах, люди Люди Все уж не то И будет Не всем Нет Всех вас не будет Всех вас не будет Лишь только пепель Возьмет себя Сжигая судьбы Сжимая губы Слетаю я Слетаю я Я выпью звезды Я стратосфера Я ваш рейхстан Я лебединая краса Я поцарь Я вера Я пьедестал Я единственным Кто живы? Кто? Все живы, все Ах, люди Люди Все уж не то И будет Не всем Не люди ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо тебе большое Очень объемный, обширный и главный точный ответ На такой же точно обширный Объемный вопрос СМС-портал, напомню вам его 46-47, свои пробелы, дальше ваше сообщение Вот такой вопрос от апельсинки Ну так человек себя называет, апельсинка Что такое? Что с тобой, Леша? Ну понимаешь, сейчас все видят тебя Вот этот жест сейчас как-то будут оценивать Это звезды, звезды Я показываю вот Саше, бас-гитаристу, правильно сказать Вот, показываю, какая следующая песня А, то есть у вас система знаков такая, да? Хорошо У вас бывает состояние эмоционального выгорания И как вы с этим справляетесь И почему вы не любите похвалу, даже обижаетесь на нее? Ну, я не обижаюсь на самом деле Просто неудобно себя чувствую Может быть, как-то не в той форме хвалили? Ну, наверное, не знаю Человек решил, что ты обижаешься Может быть, как-то не так похвалил, а ты обижаешься Ну, это может человек так решил просто Я же не знаю Я иногда, может быть, такой У меня иногда бывает такая богатая мимика Что люди ее интерпретируют по-своему Вот, как будто, например Какая-то негативная эмоция на самом деле И все нормально Похвала, похвала А до этого что было за вопрос? Выгорание, как справляешься? А, выгорание? Бывает у тебя эмоционального выгорания? Не знаю, не знаю Мне кажется, нет То есть, вообще никогда? Ну, выгорание Это слишком жесткое слово для меня Это все равно же как депрессия То есть, у меня не знаю Что такое депрессия Слава богу То есть, ну, такое же прям депрессия Я там дома засел И неделю не выхожу Не хочу никого не видеть Ну, я могу денек посидеть так Но на следующий день Мне уже хочется выйти на улицу Как бы хотя бы Ну, не повзрослел-то еще Ну, я не Дима Кирсанова Дима уже с кризис среднего возраста А я еще маленький, да Да Лешка, ты мал Алексей пишет Нина, всегда завораживала на концертах ваша нога Глаз не оторвать Она очень подвижна А что с ней сейчас? Все в порядке, надеюсь? Дергается, все нормально В такт Анатомия пошла Да Мелкость с сучу ножками Меленько Меленько, да Галлукич То есть тебе сидеть на стульчике Который не позволяет Дотягиваться ногами до полу Невозможно Не, а здесь есть ступенечка Да, у нас есть ступенечка Я вот если больше Я сломаю Ничего, ничего Ты это главное Мелко сучи Если что, мы починим Так сильно-то не размахивайся Значит, как же я люблю Елена Томашевская пишет Как же я люблю ваше творчество И радуюсь тому, что Живу в одно время С такими авторами Как Вдовин, Ирвиков, Липатов И другими разными и прекрасными Думаю, что в будущем В кавычках В скобочках, пардон Светлым, естественно А не том, которое пророчат аналитики Их стихи будут в учебниках По литературе Я еле не хочу ответить Что аналитики Вот само по себе слово Аналитики Оно у меня всегда вызывало Отрицательные Эмоции и реакции Я никогда не верил Людям, рассуждающим С задней стороны Ну, то есть Аналитик Это человек Который смотрит на жизнь Слегка через другое Все покраснели Отверстие Семен, подожди Что не так? Не, не, все нормально Что не так? Я же отвечаю За свои собственные эмоции Тут же дети Где? А я что такого страшного сказал? Сабельфель Сабельфель Самый главный ребенок В этой студии И, судя по всему Его как раз и колбасит Именно в этот момент Просто не надо верить Всяким дурным пророчествам Знаете, я всегда говорю Что мысль Материальная вещь Если множество людей Думают о хорошем То вокруг будет Исключительно хорошо Если множество людей Множество Я имею ввиду массово Верят в светлое будущее То оно рано или поздно придет Конечно, конечно Если такая же масса людей Думает о том О чем рассуждают аналитики То, само собой Вот эта вот критическая масса Негатива Она и накапливается Она вокруг нас На самом деле Каждый же практически Там даже не то что век Десятилетие Раньше люди ждали Конца света Сколько это продолжалось Сколько концов света Не наступило Давайте будем верить То, что Это еще долго будет продолжаться Что все прогнозы Они неверные Ну, обычно Кроме Кроме Синоптики Тоже надо промахиваться А уж Последнее время реже Но у них есть оборудование У них есть техника В отличие от аналитиков В отличие от аналитиков Да, у них есть только Собственные доводы Вот он так решил И все Ему почему-то так показалось Ну, их Мы верим в светлое будущее Да Мы верим в то, что Все будет хорошо Исключительно положительно Удивительные, прекрасные Чудесные Пишет Юлиусова Какие-то проекты С участием Вдовина Люблю Какие-то Мимо летят А вот сейчас вживую Просто наслаждаюсь Красотой Ну, у него их 38 Какие-то из трех Вот мне интересно просто Какие любят Какие не очень Что ты, дорогой мой Что хотел сказать А ты не мне Извини Вы долго искали свой образ Спрашивает Василиса Угроицкая В каких жанрах Играли пели раньше Честно смотрю на Лешу И думаю Какой же образ Он должен был долго Искать Коротко с У меня постепенно Укорачивались волосы Это единственное Долго? Ну, это у многих же так Ну, долго? Ну, с каждым годом По сантиметру Ну, сколько лет Ты вот к этому Ну, вот с 99 Вот у меня до этого Дошло то, что сейчас То есть практически 16 лет Там, 17 лет Ты искал свой образ Ну, еще А впереди же Лысин Долгий путь Ты его еще пока не нашел Ну, да До предела еще есть Какое-то время Так что, Василиса Вот такая история А в каких жанрах Играл и пел раньше? Спрашивает Василиса Раньше Да не, ну, все время Все вертелось Все время нудюсь Да, да Вертелось вокруг Моих нудных Грустных песен Ну, вот и все Замечательно Я думаю, что Василиса Получила исчерпывающий ответ Надо что-нибудь Ритмическое Надо сыграть Ты имеешь Что, потанцевать Или что? Или что? Ну, чтобы люди не грустили Уже Хорошо Не спали Давай уже проснемся Давай проснем людей Золотое созвездие Так, подожди Это же был знак звезд Да, да Созвездие Ну, когда звезда Это звезда Много звезд Это созвездие А золотое Как отметить тогда Уже там У меня же одна песня Созвездие Поэтому как бы Золотое Она хоть серебряная В общем, разобрались Слава Богу Ура Как всегда Живы в программе Живы Здесь сегодня В Довинный табор Поехали Они сидели у воды В ожидании Как будто Что-то вдруг Случится Однажды Они не ведали Ни грез И ни желания Но бы мучились Духовной жаждой Летела птица Их не видела Птица Летел пилот Пилот Смотрел на приборы А им хотелось Чтобы знали Эх лица Чтобы к утру На землю Пали забор Но вышло солнце И вышло время Им показалось Что не будет извести И райской птице Не хватит кремня Чтоб кисточ В небе Золотое Созвездие Вокруг кипели Сонты Несражений И сникли флаги Отопили Оболаги И кто-то бросил На весы Поражение А кто-то бросил Кость голоды На собаке Ах Они сидели Молча Курили И за две тысячи лет Покрыли Завесы И в них Гудели Автомобили Продили двор Неки Царь и поэтессы Но вышло солнце И вышло время И стало ясно Что не будет извести И райской птице Не хватит кремня Чтоб кисточ В небе Золотое Созвездие Они гадали На израильских городах Гадали На среднерусской ромашке На часовой Мусульманской Петароде Да на тибетской Западочной чашке Но помутнилось Мировое сознание Угнали персию Ковчега Рарат Продали гвозди Кому-то в лазанье Отсигал сил Родного брата Ефрата Это Павелон Смотри, мой мальчик Это Павелон Гляди, мой мальчик Это Павелон Это Павелон Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А вот и почти цыганочка с выходом Хорошая танцевальная композиция Это энергичный танец В Довино Табор здесь сегодня Знакомятся очень многие сегодня С творчеством этого замечательного коллектива Сейчас говорю не с творчеством А с Алексеем Вдовино Потому что его музыку-то вы знаете В ротации звучат эти песни Само собой в исполнении группы ХВ и группы Недр А вот сейчас как-то так получается Что Леша какую-то часть из своих песен Своё творчество решил переложить В такое вот музыкальном обрамлении Я не решил На самом деле всё постепенно Медленно само собой получилось Как и прическа Да, да Вот так у меня всю жизнь и происходит Всё само по себе течёт Течёт Но, кстати, это самый лучший способ Между прочим найти какие-то правильные ходы Не делай резких движений Не делай резких движений А там спину потянешь А потом хана Каждый год в одно и то же время Это обед Лучше не дёргаться В данном случае Лучше аккуратненько Это правильно Удивительное? Нет, это то Это уже читал Вот Хочу выразить Ольгу Веденееву Пока пишут только девушки Ну, извините, пишут многие Ну, вот такие тонкие, я бы сказал, наблюдения Пока только от девушек Ольга Веденеева написала Хочу выразить свои ощущения от песен Лёши Я благодаря его песням точно знаю, что у меня есть душа Я даже знаю, где она у меня находится Я её физически ощущаю Спасибо ему за это Вот я на месте Ольги, наверное, бы сошёл с ума Если бы физически ощутил то место, где у меня душа Ты же мальчик Тем более А, ты полагаешь, там у девочки находится? Ты подожди Душа, она не должна ощущаться Душа должна чувствовать сама Я не знаю, как это вот ощутить, где у меня душа Ну, ты чёрствый, вообще, циничный человек И ходи чеши теперь это место, чтобы её погладить Я чёрствый? Ну, ладно, сейчас будем поговорить Я цини Нет, ну, прекрасное сообщение, правда Прекрасное сообщение насчёт души Это очень здорово Сколько времени наблюдаю Уже потерялась в группах и проектах с Алексеем Алексея постоянно радуешь Это очень приятно Сожалею, правда, что когда-то в Луганске не попал на твой концерт Но хочется восполнить этот пробел Екатерина Нежельская написала Что касается Луганску, ну и других городов Катаетесь же вот в этом составе? Нет, этим составом практически нет Это чисто московский Ну, ты уже вначале сам сказал Понимаю, да, понимаю Хотя, почему бы и нет? Я думаю, что-то будет Вот Саша Сомов иногда Чего? Путешествует со мной Ну, тоже нет Мы как-то сделали тур автомобильный У нас, на самом деле, ещё есть человек Он как бы сейчас отлично бы тоже вошёл В этот весь, всю эту канву Но он в Воронеже живёт Есть такой Саша Савин Вот, ему привет большой Всему Воронежу, прекрасному городу Он на скрипке играет, тоже прекрасный музыкант И вот Это тоже такая вот часть табора Но в Воронеже Вот мы катались как-то с ним Он был за рулём И за скрипкой, да То есть Не одновременно, а по очереди Вот, а мы с Сашей на заднем сидении Ехали в шесть городов Вот проехали, да Или сколько? Шесть Ну, очень медленно Всё-таки поезда, это лучше Машина оказалась, ну, не знаю Как-то Не то, что даже медленно Некомфортно В машине некомфортно Ну, как-то, не знаю Ну, просто скрипачи Все музыканты, не знаю Они такие люди Своеобразные за рулём Как я заметил А, представляешь себе Скрипач-машинист Это вообще хана Тогда ты поезда возненавидишь Такая тонкость Тебе не приходила в голову А, кстати, бывает и так На самом деле Коротко расскажу одну историю Коротко Насчёт вот таких переплетений Профессий Удивительных Наш ведущий Ведущий эфира Дневного эфира Андрей Голубов Программа «Голубятня» Он ездил в Питер Там по своим делам Он периодически мотается в Питер По выходным И вот Неприличные сейчас вещи скажу Но, тем не менее Факт есть факт Стоит он около метро И дымит Нельзя так делать Нельзя, конечно Но он-то спешил Чтобы куда-то отходить Вот он бросает окурок Попадает в урну Или там рядом с урной И вдруг рука на плечо Оборачивается И стоит товарищ в форме Говорит, ну что ж Гражданин Нарушаем Штрафик надо будет платить Поехали в отделение Повезли его в отделение А это было в ноябре, что ли Ну, очень такая была Прохладная А где-то все были Плотненько Посадили его, значит В этот обезьянику Говорит, ну давайте Мне уже выпишите что-нибудь Да отпустите Не, говорит, инспектор приедет Он выпишет Пока что нет инспектора В общем, сиди, жди Своей очереди Ну, Андрюха вспрел, естественно Жарко же Он растягивает курточку А там у него маечка С логотипом своего радио И вдруг у этого Товарища милиционера Делаются круглыми глаза Он читает Говорит, он свое радио Ты Семен Чайка? Он говорит, нет Я Андрей Голубов Говорит Боже мой, я же слушаю каждый день Класс В итоге он отдал ему паспорт Сказал, на свое радио Иди, кури где хочешь В итоге-то Этот милиционер Оказался барабанщиком Одного музыкального коллектива По-моему, планеты Сейчас вспомнить бы Номера Группа номера есть такая Она, кстати, в ротации звучит Вот так вот Неожиданно совершенно получается Когда он с одной стороны милиционер Этот самый Вагон вожатый как бы, да? Скрипач А этот, понимаешь Оказался барабанщиком Не, у меня так Вот, к сожалению, не везет Я даже В последнее время Даже диск пытаешься подоить И они говорят Не, ну какой диск Это мало Это раньше Диск не едят Ну как бы, что? Диск не суршит и не льет Сейчас музыкантов как грязь Диск, подумаешь А три пробовал? Три А, то есть нужно В количестве Конечно Вози с собой ящик На всякий случай Ящик с диском И чувак посмотрит Не, ну нас теперь Милиционеры даже деньги не берут На же все Взятки, взятки, все А как тогда Ты с ними расходишься? Протокольчик Протокольчик Трафик приходит Все-таки вот так, да? Да Ну пару раз То, что у меня было Вот, как бы закончилось Все прямо по закону Прямо ты даже предлагал? Ну, нет А, ну два раза было по-разному Но сейчас долго рассказывать Хорошо Я тебя, конечно, провоцирую На неправильные ответы Надо было сказать Нет, ты что? Я не предлагал, конечно Не предлагал Так Где-то было сообщение Сейчас, секундочку Найду Я его подмечал для себя Вот Лариса Волынова спрашивает Скажите, пожалуйста А каким образом Формируются отдельные Инструментальные партии? В ходе репетиций? Вживую? Или кто-то с музыкальным Образованием этим занимается? Специальный человек В коллективе Ну все Вот на все вопросы Можно ответить Как бы да То есть, ну как Где-то так Где-то так Где-то эдак Кстати, фамилию Жени Нам пока еще никто не написал Ну, у нас еще Целый час Конечно Интрига То есть, не, ну это все Рождается как бы Какими-то Я не знаю, как это даже Объяснить Может, кто-то объяснит Вот, и я уже устал говорить Кто может дать ответ? Как у вас все это происходит? Ну, правда Ты устал говорить У тебя еще целый Жень, давай ты вот Как бы, как недавно Вошедший Может, ты с свежим взглядом Увидел, как у нас происходит все Ты вообще видел, как у вас Как у них все происходит? Подойди, скажи Что там Что происходит Как в этом коллективе все происходит? Аранжировочки кто придумывает? Они сами придумываются Ну как, так не бывает Они в воздухе висят и придумываются сами Вот сейчас ты можешь взять виолончели Придумать какую-нибудь аранжировку Например, просто на пустом месте Да Так я и в общем и делаю А ты с ними репетировал? Каждый раз Сколько раз ты с ними репетировал? Можно узнать? Не, ну сколько-то раз я, конечно, репетировал с ними Два Ну два Больше одного Летом еще мы собираем Значительно больше одного Дело в том, что Леша такие песни пишет Под которые само все пишется А, то есть так все просто Примитивные, да? Сидеть, там нотки расписывать Это все, ничего не надо Ты слушаешь просто вещи А вот здесь надо так, так, так То есть тебе не обидно, Леха Что, в принципе, у тебя примитивные песни Насколько, что... Да почему примитивные? Наоборот В простоте все Ну, Семен у него профессию Так и обострить нужно Чтобы у Зименко была Давай с тобой поговорим А это примитивизм Это такое направление модное в музыке Да, кстати, тоже все нормально Ну, короче, к простоте Я пока выключаюсь Сделай, вы поговорите Я, на самом деле, я, по-моему, уже говорил Я мечтаю написать песню на двух аккордах Но мне пока не получается Это сложно? Это очень сложно Для меня сложно Я, наоборот, усложняю Но хотя Весь русский рок на трех поет А тебе на двух сложно, что ли? Вообще на одном Но это вообще вышаг Если на одном аккорде песни Чтобы она была при этом, понимаешь, да? То есть с развитием Чтобы ее интересно было слушать От начала до конца Но пока... Вам слишком себе много задач сразу ставишь Написать песню на двух аккордах Или чтобы она была с развитием Все-таки разные вещи Как мне кажется Ты как-то уж реши для себя Что-то пошел Не-не-не-не-не Но это все постепенно решается, конечно Елена Томашевская Вы же написали А вдовины табор заявлены На зимней платформе Вы после живых туда побежите? Да Рассказывайте тогда Что такое зимняя платформа? О! Как бы это объяснить Был такой грушинский фестиваль Но он есть Но он как бы раскололся на две части Вот И я уже не понимаю Кто там и где Что Но как бы была Прекрасная такая сцена Остров Ну все знают Что грушинский фестиваль Ну фестиваль авторской песни Ну типа бардовский фестиваль Да-да-да Хотя это далеко не так Не типа На самом деле это главный Как бы бардовский фестиваль Нашей страны Ну в итоге-то он развился Конечно совершенно другую Немножку Вот Да И при этом как бы появились ребята Которые сделали такую альтернативную сцену Остров она называлась Куда я приехал впервые Вот меня туда позвали И там уже было ну как бы Молодежная больше музыка такая Ну интересная Там например Были я не знаю кто там было Ну например Псоя Короленко Молодежная музыка Да Но он вообще там зажигал Юный Псой Да Ну там Сейчас я туплю Я не вспомню Ну много чего было интересного В плане именно музыки Вот И в итоге Это как бы Они переименовались в платформу И проводят теперь уже Вот первый год Летом они проводили этот фестиваль Под Ногинском Уже в Подмосковье И собственно Вот это зимняя Как бы Вариация фестиваля То есть просто в клубе В клубе кстати Гнездо Глухаря Что тоже как бы символично Хотя там Практически Ну мало кто Барт Сегодня будет участвовать Но будут ребята Которые Такую традиционную Авторскую песню Ну как традиционную Он много градаций имеет Вот И собственно Это как бы Такой зимний вариант Летнего фестиваля Просто Ну в клубе И там вот много-много Надо еще вот Например Ксении Барышевой Которая задавала вопрос Планируете ли На какие фестивали Вы еще поехать И объяснить Что музыканты Сами ничего не планируют Они не могут Вот так просто приехать Например Постучаться в дверь И заявить Что мы хотим У вас на фестивале Поиграть Их должны пригласить туда Ну да В идеале так Это должно быть понятно Но просто иначе Почему-то очень странно Иногда бывает У слушателей Складывается такое впечатление Что А вы приезжайте к нам в город Давайте приезжайте Поиграйте А ну это старая тема Да Музыканты взяли В котомочке себе В одну руку Инструменты на другое плечо Приехали Стучаться в клуб И говорят Давайте мы вас сыграем Тут у нас Лена Барышева просила Вот надо бы Мы ее сейчас пригласим Поиграем для нее Немножко здесь Но так не делается Во-первых Должны пригласить Прежде всего На сам фестиваль Но к сожалению Реальность разная Иногда бывает Например два города Пригласили А третий Который между ними И он провисает И почему бы туда не написать Хотя на моем опыте Это неправильно Все равно Лучше его мимо Проехать день Отдохнуть Чем забивать концерт Самому Где-то там Непонятно где Люди Это все равно Что я это Как объясняю Одно дело Когда тебя позовут в гости Другое дело Когда ты напросишься туда Ну как бы есть разница Ну в общем В принципе Посидите одинаково Но остаточек останется Понимаю Давайте закроем Сейчас чем-нибудь После этого Сообщаю всем Мы уйдем на небольшую паузу И вернемся на целый час В студию Погодя Что это будет за песня Это будет песня С таким названием Трудно произносимым Вернее Трудно понятным Халахуп или хулахуп Это обруч Хула Хула Ну есть вариант Все равно английское слово Можно и халахуп говорить Но в русском языке Хулахуп В магазинах на ценнике А халахуп Проще петь Понимаешь Халахуп А то есть Когда поешь хулахуп Можно сорваться Можно сразу закончить песню Понимаешь Неожиданно В общем Это для мальчиков Обруч Который крутит девочки Вокруг талии Чтобы талия была Как в Италии Господи Я всегда говорю В доме на табор Здесь сегодня Поехали Еще, еще, еще Зачем вам деньги Отдать их мне? Зачем такое Хрущить на спине? Для всех открыть счет И правильный банкомат Почуешь локоть Почуешь локоть В ладонях труху Соседи сбоку Друзей наверху Отдай все сразу Откроются Зачем вам И все И все И все Что делать С этой суммой Долгом не знаю Я как верблюд И у меня По горбам Гляжусь Такою Нитры не пролезают И вижу Точно Друг мой Деньги Это Колокоть Сегодня Не отдашь Сегодня не отдашь Зачем вам деньги отдать и хлеб Пускай алмазы осядут на дне Пускай камазы оставят все берега Зачем вам трубы, зачем муринкой Зачем вам шубы, берите покой Хватайте сразу, бегите как вороском Что будет, если он положит в макину Копье коняя триллион из рубля На всей планете будет самым счастливым Кто-то откопает первым ух, ух, ух Деньги — это колоколь, кинтажность Деньги — это колоколь Деньги — это колоколь, ух, ух, ух Сегодня — фароход, завтра — утро, ух, ух, ух Деньги — это колоколь, кинтажность Деньги — это колоколь Деньги — это колоколь, ух, ух, ух Деньги — это колоколь, кинтажность Деньги — это колоколь, кинтажность Деньги — это колоколь, ух, ух, ух Сегодня — фараон, завтра — утро Ну что, давайте продолжим, напомню, вдовины табор или вдовин энде Табор, как обычно пишется это, обычно пишется это название, пауза была долгой, поэтому надо бы начать сейчас с песни Что это будет, скажи, пожалуйста? Рыба Как всегда, живой звук в программе «Живые» Поехали! Мы с тобой жили, словно шаг и в кусток Тут глубина, а сверху лишь дом пустой Тут целый мир мимо плывёт, а сверху никто не живёт Словно ответ был этот мир простой Мы с тобой жили, словно спасали круг Будто, войдя в него, всё понимаешь, вдруг Но главный ответ плыл над водой, а ты просто был молодой На сново нырнуть, согласись же, приятно, друг Давным-давным-давным я был в таком кино Там ты, там я, там он Там ты, там я, там он А мы с тобой можем лишь спорить, зачем открывать и трать И все эти парни так хороши были, я так, брат, хочу туда Где ночью приходит рыба и блестит вода Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, час почти ещё у нас впереди, и слава богу, есть время и на поговорить тоже И песен попеть, естественно Как я понимаю, все эти песни пока что в пластинку ещё не собрались, да? Ну, я ожидал этого вопроса, я даже не знаю Спасибо, глупый вопрос был Сядем ли мы когда-то вообще в студию? Ну, вообще, наверное, надо, но Есть песни, которые, я говорил, всё-таки пересекаются Например, от «Примавера» как раз с Пашей Вхардином в проекте «ХБ» Мы на последней пластинке её записали Причём уже в уходящий поезд мы её закинули, как бы, эту песню Она была на тот момент новая Мы её как-то так Причём Максим Демидов, которого вы тоже, наверное, знаете К сожалению, сегодня он тоже играет в таборе иногда, кстати Вот, так что у нас вообще восемь С пингвином играет? А? С пингвином? Пингвином играет Просто с пингвином играет Нет, он его любит, он не может им Ну, по флоте, конечно, святое Это святость Кстати, Максиму хотим, как бы, пожелать выздоровления Он немножко заболел, вот И, Максим, давай уже Ты нам нужен Гуляйся Здоровым и розовощоким пупсиком Вот Отдувается за всех Вон за него сейчас отдувается Кирсан Чудеор, конечно Да, какие-то песни вот на как раз пластинке, которые я рассказывал Табор уходит в море Собственно, откуда и пошло название у нас Мы, правда, что-то... А, что-то уже играли с ней Я, честно говоря, это было лет пять назад уже Или четыре? Сань, когда это было? Четыре? Пять-четыре, ну, какая разница Вот, то есть, в принципе, есть пластинка, но она такая Она немножко, во-первых, лайф И, во-вторых, ну, как лайф То есть мы сидели так же, как сейчас Также были микрофоны, которые снимали воздух И снимали сигнал с инструментов И мы просто там Два-три раза играли песню живьем Все, сигнал шел, как бы Лучше дубль выбирали И, как бы, вот так альбом То есть он такой полу-лайф Серега, ты пишешь многоканалку? Не все Не все почему-то, Серега, пишет Кстати, надо сказать спасибо за тот звук, который слышит аудитория сегодня Сергей Горев, звукорежиссер программы Спасибо Живые Ну, частично пишется, в любом случае Если что-то будет, да Немного каналака, то, как минимум, стереозвук Пишется так и так Потом отдадим Спасибо Пользуйтесь Вот тут Нино Есть программа «Свой хит-порядок» На радиостанции «Свой радио» Там есть «Звезда», которая проходит красной линией через все два часа Эфира программы по субботам с четырех часов начинается программа Это программа, в которой, так сказать, лучшие песни недели Озвучиваются И Вдовин там периодически мелькает Появляется с другими проектами Надо сказать, где-то на первых позициях оказывается Время от времени Ну, не знал об этом, конечно Он радиостанции-то не слушает Ему не до того, у него же процессы творческие Так вот, Нино пишет вот что Ну, ладно Товарищи кочевники Я сейчас попытаюсь даже в ее стилистике Хотел сказать пару слов в свое оправдание, ну, ладно Не надо, нет тебе оправдания Товарищи кочевники А вам в табор женщина на подпевке не нужна? Имею вокальные данные Пластичная Смогу исполнять танцы Имею при себе шпагат Если совсем нам туго придется в походах А шпагат в каком смысле? В том самом, Леша В том самом Ну, самое главное, что есть чувство юмора Это, кстати, немаловажно Для приема в наш Для походов Развеселый коллектив А он уже есть Это что-то, да Рассмотрим Ну, ты на вопрос-то не ответил пока Ну, а как я могу ответить? Нужно еще посмотреть, какой шпагат Ах, тебе нужно продемонстрировать шпагат Но мы можем попросить Нино это сделать прямо сейчас Она здесь, в студии Ниночка Ой Просим, просим Она не размялась сегодня Да, надо сказать, что сегодня в студии Есть зрительская аудитория Которая получает не меньше удовольствия Чем аудиторию своих приемников Поэтому сегодня вечер удался Как мне кажется Надо бы чего-то еще петь Да, кружится такая песня есть Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня в доме на табор Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Кружатся лестницы Тень от них льнут ко мне словно крестницы Радость такая внутри не поместится Кружатся улицы В нарядных платьях акации охотницы Давай с тобою заблудимся Здесь Именно здесь И только сейчас Здесь Именно здесь И только сейчас Кружатся в августе Словно в бригад на единственном парсе Как сонный водитель на синем и кассе Пуа Пускай считает Что так нельзя Пойдем друг друга с тобой На руках нельзя Давай с тобою останемся Здесь И здесь Именно здесь И только сейчас Когда раздеться И только сейчас Именно здесь И только сейчас И 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 Крош Universe Кружимся Вечером Бухта Полины Ложиться На плечи И И М-м-м-м Такая нежность Простая Деспечная А-а-х-о-а-х-? А-а-а-а-х-о-а-38, Кружимся И мир сверкает, в жемчужина ложится Весь мир волшебная, тонкая кружева 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 И в недра ты ее поешь И в хэбэ ты ее поешь И в таборе ты ее поешь Везде она немножко разная Согласен Вот ты спрашивал в начале Здесь как раз появляется момент Где даже я в собственных песнях Начинаю путаться, конечно То есть когда песня Это на самом деле не очень правильно А много ли песен так кочуют из одной группы? Ну, не знаю Меньшая часть Ну, Кеншас, понятно Кеншас это в некотором смысле визитная карточка Ну, какие-то с недрой мы играем То есть что-то и здесь и там Что-то из проекта ХБ мы играем с табором Но есть много песен, которые только там Только тут и только здесь Классная объясняка Ну, я просто хочу для себя понять Нет, ну ты объяснил как мог Я пытаюсь просто понять в данном случае Сила своей красноречия Какая тогда, да, концепция Если песни кочуют оттуда сюда Я уж не знаю, что это биса, не биса Но раз ты ее поешь, Кеншас То почему не сыграть ее прямо сейчас? Ну, вещь-то убойная совершенно Ну, спасибо Действительно Спасибо Я думаю, что сейчас те, кто говорит, что Или думает, что не знает творчество Вдовина Ну, в таборе-то, возможно Поймут прекрасно, кто этот человек Давай, поехали Ждет лесника Дочь лесника Ждет рыбака Жена рыбака Воена ждет Воена Макс Ну, а его мама Некihin Пусть На двуми Макс На двуми О, о, сирота Чёрная боль Да марсота Чёрная боль Сох трасника И вдалеке песня паро снега, а реки кума-мамо. Ово, ово, ома-мамо, ово, ома-мамо, Паумэй, ома-мамо-мамо. Сол в риманимас, сол фа, сол фаумэй, омэй. До... Отдэл, доу, доу… Too many tunes,ены, да да-дара, Солён пясцц. Рэй-да-дарай! She's surprised me, he've paid for my prize And this motor in context, Oфганшакцалянадспошкютгюк均, Кы-ты-киншакцай. Киншаза 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 Ты мой любимый город Киншаза Ты мой единственный парень Киншаза 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 Да, звучит по-другому. Действительно. Ну, конечно, другие инструменты. Звучит по-другому. Другая энергетика. Нет, но не менее радостный и не меньшее счастье эта вещь вызывает. Лёха, давай так немножко пофилософствовать попытаемся сейчас. Я, кстати, к музыкантам тоже обращаюсь. Вы чего молчите сидите-то? Вам что-то не затыкает рот. Вот микрофон включили. Ах, боитесь, да? Показывают на вдове. А у нас ещё концерт впереди. Не-не-не, лучше не надо. Давай немножко пофилософствуем чуточку. Понятно, что творческий процесс это такой процесс, который описать практически невозможно. Оно бывает иногда само по себе нагрянет. Нежданно и неожиданно. Ты в любом случае живёшь в каком-то своём мире. Как и любой нормальный творческий человек. Любой из музыкантов, как творец, живёт в своём собственном мире, в котором, возможно, нет места кому-то другому или нет места чему. В домике, да? Нет места чему-либо. Вот чему нет места в твоём внутреннем мире? Предательство. В твою сторону? Ну, конечно. Или от тебя? Нет, ну я... А тут уже как получится. Нет. Ну, я могу похвастаться, что за всю мою жизнь пока никто... Не выжил тут-то тебе предал? Никто меня не предал. Никто не предал. И я вот как бы надеюсь, что дело в том, что вокруг меня действительно хорошие люди. Это мне в этом повезло. А можно... Извини, уметь собрать вокруг себя хороших людей тоже талант нужен, к слову сказать. Ну, я не знаю. Я специально ничего не делал. Они сами прибежали. Единственное, что их нужно собирать. Их ловить нужно раз в полгода по полям, по лесам. Вот. И за хвост. Ты мне анекдот напомнил. Старый-старый, когда идёт мужчинка домой вечером. А это такое время, когда уже и пасмурно, и сумерки какие-то идёт через свой двор. Ну, такие дворы бывают дома, к себе домой. И вдруг проходит мимо песочницы детской. Стоит в этой песочнице девочка в розовом платьишке, в розовых горщиках, с бантиком. Щёки обе набиты. Чё-то жуёт. Жуёт активно. Даже как-то подрыхивает. Мужик проходил мимо. Чё-то ему так удивило. Деточка, извини меня, а что ты такое ешь? Я не знаю, оно само приползло. Так вот, в этом плане к вопросу о том, что они сами собрались вокруг. Ну, так не бывает. Да нет, это просто такой процесс был естественный. И на протяжении какого-то времени, достаточно длительного, постепенно, как-то всё органично получилось. Ну, получилось всё, правда, очень органично, очень красиво, очень эффектно. Несмотря на то, что это твой уже третий проект, который мы знаем теперь, всё получается очень органично. У меня уже копец скоро будет. Какой? Ты прям вырабатываешь. Зачем же? Нет-нет, в данном случае никаких комплексов у тебя будет нет. Типа, ребята, может, не надо? Зачем? Я всегда рассказываю, что это круто и замечательно, а он почему-то... Почему ты всё перекидываешь, всё сверху, но с ног на голову ставишь? Нет, всё хорошо. Так интересно. Всё замечательно. Всё очень хорошо и звучит необычно. Вот, опять же, нестандартно с тем сравнивая, с чем мы, в общем, привыкли обычно сравнивать. Потрясающая литерация в песнях. Всегда слушаю и наслаждаюсь не только музыкой, но и текстами, пишет Ангелина Свинина. Благодарим за комплимент. За комплимент. Кеншаса хитярище, пишет Максим Зверев. Комплекс полноценности. Во, Лариса Волынова написала. Кстати, вот, когда мы говорим о комплексах, ну, у каждого человека, они есть какие-то свои собственные комплексы. Одни какие-то, как-то люди, позволяют себе их озвучивать, другие люди это всё скрывают, но так и так человеку чуткому понятно и видно. А что касается полноценности, замечательно, спасибо, Ларисе, за подсказку. Я из этой фразы теперь хочу тебе вопрос сформулировать. Что для тебя полноценность? По-моему, как раз в предыдущем ответе, то, что вокруг этого нет, то, что вокруг меня вот это всё происходит, это подтверждение того, что я на правильном пути. То есть это полноценная жизнь? Ну, это часть её. У меня же три проекта. Не, ну, мы не про музыку. Я не столько о музыке, сколько о тебе, как о человеке, как о личности. Так, что такое полноценность? Вот когда чувствуешь себя полноценным человеком, если мы не касаемся музыки? Катя любит. Любовь. Ну да, любовь. То бишь, любовь. Это полноценное ощущение. Когда нет любви, то ощущение полноценности. В идеале, конечно, было бы взаимно. А любовь, мне кажется, без ответа не любовь. Это так, это мука страшная. То есть для тебя, как я теперь понимаю, полноценная жизнь – это жизнь в любви. Ну да, мне кажется, для каждого человека. У всех по-своему. Знаешь, у кого-то полноценная жизнь, когда есть дорогой внедорожник, где-нибудь вилла, где-нибудь там далеко. Да, при этом же можно любить тоже и быть любимым, наверное. Можно. Ну, видишь, тут ключевое слово «можно». А можно и нет. Ну, для него полноценная жизнь – это другое совсем ощущение. Очень важное слово сейчас ты сказал насчет «можно любить, а можно не любить». Давай петь дальше. Что это будет? Ты спрашивал про цыганщину. Вот, огонечки, огонечки, огоньки. Это такая моя цыганочка, наверное, можно так сказать. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня в Домино Табор. Поехали. Огонечки, огонечки, огоньки. Огонечки, огонечки, мотыляки. А в углу сидит сверочок, все старается. А сердечко все стучит, надрывается. Как гуляли до зари, как сияли фонари. Там мелькнула песней жизнь. Да колыбельная опыленная душа, непотельная. Огонечки, огонечки, фитюльки. А дружочки, полночки, васильки. Закружился мой волшок. Под скамейками заметался дурачок. Ханарейкою закружился мой волшок. По скамейками заметался дурачок. Ханарейкою, как гуляли до зари, Как сияли фонари. Там мелькнула птичьи жизнь. Да непременная окрыленная душа, Заповедная. Огонечки, огонечки, светляки. Переулки, локоточки, да кульки. И пусть в карманах ничего не останется, Все отдавшему потом причитается. Пусть в карманах ничего не останется, Все отдавшему потом причитается. А как гуляли до зари, Хэй, как сияли фонари. Полохнула спичкой жизнь. Да папироскою. Ох, опаленная душа. Под матроскою. Но как пелось, как лилось, Как дышалось, Как полохнула спичкой жизнь. Да и вышла вся. Огонечки, 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 огонечки. Огонечки, огонечки. Огонечки, 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 огонечки Огонечки, огонечки Огонечки, огонечки Огонечки, огонечки Но, тем не менее, вопрос поставлен удивительно, конечно У Вдовина и Сомова подрастает молодое поколение Так вот, что касается музыки в дальнейшем Ты планируешь их ставить на эти рельсы? Нет-нет Ваших общих детей А вот в чем дело А я тут У нас Сомова На нам Не, ну как Саша решит Ответ получен, спасибо большое Двинемся, пожалуй, дальше Пишем 46-47 Это короткий номер Для ваших смс-ок Сначала свои Пробелы, а дальше ваше сообщение Вот Александр Соколов пишет Семен, там 38 минут назад Дмитрий Дубров Привет передавал Не заметил я Проскочил И бронемир, оказывается Вот я просто проскочил в сообщение Саша Паршков И Дмитрий Дубров Очень любим, уважаем Целуем А потом дети Леша, большой привет тебе из Ялты Ждем новых концертов Бери с собой Сомова Пишет А, Б Ну все, теперь в этом русле будет Хотя на самом деле Я не знаю Люди пишут Возможно, если как бы мы Слухи ходят Ну как, я тут хочу о концерте договориться в Крыму А ты Давай договаривайся Не, просто возможно мы С одним таким Может, лучше сказать, фестивалем Прилетим весной, в апреле в Крым В Севастополь И если кто-то вдруг из Крыма Сейчас нас слушает Если мы будем уже в Крыму Почему не сделать концерт Это проще, чем если нас Если вас там не будет Ну да Конечно, так проще быть там Если мы будем уже в Крыму Можно сделать действительно концерт В Ялте Мы только рядом А в данном случае речь идет о таборе? Или все Не, не, мы участвуем просто В театральном одном проекте А двоих о вас? Да, у нас еще одна есть Параллельная жизнь Не то, что вы сейчас Такое подумаете Но почему-то при этом Ржут все музыканты Не знаю Разбирайте сами, ребята Так что да Мы рады в Крыму выступить Конечно, если получится Так, значит Ничего не хочу сказать Просто хочу увидеть это чудо Пишет Лекция А не но О ее шпагате Но она не размялась Говорит, что сегодня не может этого делать В студии оказалось практически случайно Вот поэтому не может Надо как-то заранее договариваться с ней об этом А можно Так, а можно из Крыма через Волгоград Обратно поедете, например Лариса Волынова Почему так часто Волгоград вспоминается? У вас там концерт запланировался? А мы там были много А, были? Да, Ларису хорошо знаем Всем волгоградским привет И в частности Семья Волыновых Которые прекрасные такие Хорошие люди Которые нас Часто привечали У себя дома Делали концерты нам И мне И мы вот съездили И с Сашей Сомму туда Ну, еще скрипач был с нами Да Давайте Давайте, да Давайте Ну, сколько можно Сколько можно Над одной и той шуткой смеяться Мы потом выйдем Когда после эфира Там поржем Что будет дальше у нас? А, в смысле Какая песня? Или вообще? Я не знаю Можешь поговорить Конечно Да нет Песня «Дом» Такая вот Лирическая, медленная Танцевальная Как всегда «Живой звук» В программе «Живые» Здесь сегодня Вдовина табор Поехали Дом Такой же, как я Ни крыша, ни трубы Лишь окна и свет Там не прожить и дня Не прикусив губы Не загубив себя Зато какой рассвет Твой, такой же, как ты Сиреневый приют Девичьей парады Праздничный салют Колючий встречный взгляд Из той пустоты Встречай Встречай Там дверь без ключа Ты встречай Дом Похожий на меня Все помнят лишь звук Версание чертой Что пойдет смеять Через двадцать лет Держа в руке каблук А меня-то нет Меня-то нет Жизнь Похожая на блик Похожая на плюк У меня в нашей церкви Клон ждет трамвай Что увезет на юг Держа в руке парик Встречай Встречай Там шарьки кричат Встречай Дом Дом Несбыточный дом Где лето и сад Где осень и сын Пусть будет в горле ком Я выбрал это все Смотри какой закат Смотри какой закат Смотри какой закат Прощай Прощай На трамву спрещай Прощай 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 Смотри какой закат Смотри какой закат Я сейчас своих эмоций никак выражать не буду, я просто почитаю, что пишут люди. Григорий Завалин, например, группе Алексея Вдовина и отдельно гитаристу Роме Смоленцеву. Привет, очень приятная музыка у вас. Молодцы. Очень классный Леша Вдовин, пишет Ника Владимирова. Глубокий современный автор. Все очень гармонично в образе и творчестве. Образ вспоминает периодически. Дальнейшего вам чудесного и глубокого ощущения этого мира. Мы вас любим. Анна Рябцева, гармония в каждом слове, в каждом звуке. Пронзительно и прекрасно. Оказывается, нас, дом обожающих, много, пишет Надежда Анисимова. Крутейше звучит эта песня в таборе. Спасибо, Ольга Веденеева. Ну и так далее. Тут очень много восхищенных. Спасибо всем за теплоту, любовь и ласку. Александра Аламова пишет. Да, Сомов великолепен. Без обид остальным музыкантам. Вдовин ты мега супер. Спасибо. Пожалуйста. Ура, дом. Это так прекрасно. Просто до слез в первый раз пробило. Под гитару в подвале общаги играли. Ты уже забыл. Я понимаю. Ну, напомню, Василиса Уграицкая. Возможно, вспомню. Не, ну, может быть, в подвале общаги мы играли не дом просто, а что-то другое. Дом, она достаточно... Ну, то есть... Не подвальная песня. Не андеграунд. Не, ну, в подвалах бывают какие-то клубы находятся. Может быть, с этим связано. Не знаю. Сейчас Лех задумался что-то. Вспоминая подвал. Давай-ка напомним про концерт. Когда он, где он, во сколько он. Ага. Угу. 26 февраля, 8 часов вечера. Правильно? 8 часов вечера. В клубе «Шоколадная фабрика». Это метро «Партизанская», ближайший к нему. Мы в... Партизанский концерт от Вдовина и Табора. Да. Это табор. В подвале общаги. Это табор. Ты подчеркни, что это проект с табором. Да, в Довин, да, в смысле я с табором, да, как это сказать. Просто табор, проще так все. Замечательно. И песни будут звучать там не только те, которые ты сегодня споешь здесь. Да, конечно, это будет полноценный такой сольный большой концерт, который мы даем примерно раз в полгода. И будет... Надеюсь, хорошо, приходите. Не надеюсь, а уверен. Ну, все, сказал, наверное, сейчас. Уверенно сказал, да? Молодец. Молодец. Я уверен, говорит, что все будет хорошо. У нас времени остается все меньше, но так как я одну песню попросил на бис, как ты сказал, она была немножко незапланированная. Давай попробуем спеть сейчас что-нибудь тоже. Кстати, у нас осталось две. Да ладно, как две? Ну ладно, мы что-нибудь придумаем. Что значит две? Ты сказал, что Кеншаса, это, дескать, на бис, если что. А что, мы что-то не сыграли, что ли? Все сыграли. А, у нас просто короткие песни в акустике, да. Понимаю, да. Это же не электричество. Да, там же всякие... Это там трясет, а тут нет. Давай, что это будет? А, это будет вот сейчас Александр Александрович Сомов, собственно, начинает прекраснейшую песню под названием «Портовая». Погнали. А в южном городе зима случайная Дрожат огни, пока скачается По ледяной воде Любовь отчалила Тем ринцам, что и возвращается Она пила порты, пила и майский ром И в ледне тоскою пол Но никаких вестей И как-то майским днем Сошел он в белом на причал Та-да-да-да-да-да-да А полюби меня быстро Молодого матроса Этот город и нет Этот город и нет Я бывал в Сан-Франциско Видел голопогольцы Но только здесь ощутил Что мой порог горит И распускалась ночь бутонами огней Портовой жизни А помещивый Не грел желудный день Не грел шотландский скотч А грел на мысль Что снова женщина Он говорил серьезно Такая встреча раз Один лишь раз сто лет Случается А у него всего Еще три вечера Всего три слова Для нее Облюби меня чисто Полюби меня просто В этом городе скрыт Под землею Я бы граф Монте-Кристо Я подарю тебе остров И в один день возьмет Наше имя Гранифа Татататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататат Герою Севастополу посвящается рай. Сейчас спасибо хочу сказать даже не тебе, а Ларисе Волыновой, которая по ходу песни выложила клип на песню «Портовая». Небабабутлег, так почему-то подписано. Алексей Федоин, «Портовая небабабутлег», в скобочках. Что это, я не очень понимаю. Черно-белый клип. А, ну это вариант, который просто сами кто-то сделал. Такие колоритные матросики в этом клипе, которые сидят где-то с курицей, тут черная мельтешит. Но матросики, судя по всему, судя по внешности, туповатые, абсолютно американцы. Ну, то есть я так понимаю, что это действительно какая-то вырезка из фильма какого-то. Ну да, это просто какие-то нарезки. Ну, послушать, я, как ты понимаешь, не могу послушать, но я вижу, как эти люди почему-то танцуют, как куры. Ну, так вот, руками одел, под эту песню, судя по всему. Уж не знаю, почему. Ну, спасибо огромное, Ларис, потому что порадовали наблюдать вот то, что я вижу здесь, и слушать то, что поет Леша. Это удивительное удовольствие. Двойное такое. Спасибо. Да тебе спасибо. За что, что мне спасибо? Да нет, тебе спасибо. Да нет, тебе спасибо. Да ладно тебе что? Семен, совершенно очаровательная песня, конечная. Если останется время, может быть, предложат Алексею исполнить эту песню. Павел Анисков. Вот, кстати, не знаю, какие там могут быть другие вариации. Денис Гореликов написал, Семен, такое ощущение, что эфир слушают только девушки. Я также в восторге от этой группы. Спасибо, что ты поддержал. Девушки просто, на самом деле, гораздо более эмоциональные. Парни, они так скрывают свои эмоции. Пишут, ну, например, ну да, круто, круто все. А все остальное оставляют по себе. Есть такое, да. А девчонки, они как-то очень открыто в этом плане выражают свои эмоции и мысли. Да, особенно незамуженные. Почему именно тебя это так беспокоит? Нет, меня не беспокоит. Пусть Сомова беспокоит, тебя-то зачем? 4647 – это короткий номер для ваших смс-ок. Так, сначала свои, пробел, а дальше уже. Леха, чудесный эфир. Спасибо тебе и табору. Ждем от вас песни «Последняя любовь моя». Без подписи. Ну, пишет человек Леха, судя по всему, знакомый какой-то человек. Видимо. Привет с экс-экл-экл-феста. Липецк. Липецк, да, и подписан Липецк. Без вас фест был неполным. Ждем в гости. Вот тут тоже вопрос. Это пишут организаторы этого фестиваля или гости этого фестиваля? Ждем в гости. Хорошо это звучит. Не, ну, я там был, просто в этом году не получилось. Ну, я понимаю, приглашали тебя в этом году, но не смог. А что за фестиваль, кстати, экл-феста? Я даже не знаю, что это. О, это такая вот, ну, вы же знаете Троицу, да? Конечно. А вот есть такой маленький, как бы, аналог в Липецке, понятно, что тоже батюшки. Там тоже батюшки? Да, да. Только Липецкие батюшки. Отец Дмитрий, да. Ух ты, как интересно. Пафа в курсе? Да, он там тоже был. Ага. Вот. И они там несколько лет просто собирают в местном ДК, то есть они так просвещают молодежь. Ну, и песня, музыка тоже вот примерно такая же, как и на Троицу. Ну, все, да, примерно там и Калугин Сергей, там, и Псой Короленко опять же. Молодой музыкант, да. Очень круто, что подобные фестивали, имею в виду подобное крыло. Ну, он акустический, то есть там больше такое. Ой, что, зато батюшки. Да, и это, да, я когда первый раз приехал, очень сильно. Я привлекаю к себе внимание, я имею в виду. Не, они такую делают просто культурную жизнь в своем городе, как бы поднимают такие, ну, не знаю, пласты в плане, что очень много молодежи приходит, которые явно вот в Липецке, ну, такой город я не хочу обижать, но явно не как в Воронеж, все-таки поменьше, и там культурная жизнь пообеднее, да, чем в соседнем том же Воронеже, например, не говоря уже в Москве. То есть многие группы, они, например, обижаются, ну, и сопережают, это, как называют, в Черноземье, например, в Липецк зачастую эти группы объезжают стороной. Почему-то? Ну, как бы там, может, организаторов нет, или просто город маленький, мало людей приходит. И вот, и как бы вот они раз в год делают, отец Дмитрий, как бы такой большой-большой фест, ну, как большой, ну, в таком ДК, постоянно какой-то разный состав интересных авторов. Василиса пишет, видела Вдовина вживую на дне биолога. Кстати, вместе с Оргей и Праведников очень здорово было Василиса. Мы видим его вживую, прям вот. Нос к носу, что называется, нам надо завидовать. Давай петь что-то еще, потом посмотрим, останется ли время на... У Черного моря. Как всегда. Что такое, я не понял, почему протест пошел от музыкантов, я не понял, что это было. Как всегда, живой звук в программе «Живые». У нас две. Вдовин и табор, совершенно верно, здесь сегодня. Погнали. Песня Леонида Утесова на самом деле. Есть город, который я вижу во сне, Ох, если б вы знали, как дорог У Черного моря, явившийся мне В цветущих акациях город. В цветущих акациях город. У Черного моря, в котором я плыл и тонул, Но наберег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, И вдоволь не смог надышаться, И вдоволь не смог надышаться У Черного моря. У Черного моря. Вовек не забуду, бульваря моя, Огни парохода живые, Скамьёки с тобой, дорогая моя, Глаза посмотрели впервые, Глаза посмотрели впервые У Черного моря. У Черного моря. Родная земля, где мой друг молодой Лежал, обжигал мой воин, Недаром венок ему смит золотой, И назван мой город героем, И назван мой город герой У Черного моря. У Черного моря. А жизнь остаётся прекрасным всегда, Хоть старишься ты или молодой, И каждой весною так тянет меня В Одессу, в мой солнечный город, В Одессу, в мой солнечный город, У Черного моря. У Черного моря. У Черного моря. У Черного моря. Моря. Да-да. У Черного моря. 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 Женя, ну и как твоя фамилия-то уже? Я же маяться буду теперь. Уже все, мы эфир заканчиваем, осталось буквально 5 минут. Ну пусть это останется интригой нашего эфира, да? Ты смотри, зараза какая-то. Ладно, пока. Хорошо, пусть будет так. Просто Женя, на авиаланжели. Братцы, осталось время, правда, на одну песню. Спасибо, хочу сказать, всем. Всем абсолютно, потому что вы прекрасны. Тут никаких не может быть других определений. Прекрасные музыканты, прекрасная музыка, прекрасные тексты, прекрасные аранжировки, прекрасные 2 часа пролетели, как одно мгновение. Совершенно заметить не успели, как это время закончилось. Спасибо большое, что были здесь. Спасибо за творчество. Будем ждать теперь уже, может быть, неких компиляций в пластинках, потому что эту музыку, в общем-то, даже можно было бы покручивать и на радио. Ну, я так намекаю. Правда, тогда народ совсем потеряется. Где вдоль, в какую концепцию на сей раз. Но это уже мелочи. Завтра в программе «Живые» Юрий Наумов, тот самый Юрий Наумов. Если вдруг кто-то подзабыл это роскошное, я бы сказал, даже эпохальное имя. Чем закончите? Собственно, композиция, которая дала название нашему прекрасному оркестру, я даже это уже назову. Табор уходит в море. Да. Ну, поехали? Да. Всем пока. До завтра. Погнали. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»